Здравствуйте, уважаемые друзья, на связи Алексей Кузьмичев и в сегодняшнем видеоуроке я хочу вам показать один очень простой и эффективный способ, который позволит вам сделать красивую и стильную черно-белую тонировку для ваших фотографий. Итак, давайте начнем. Для работы вы можете выбрать любую фотографию, я буду работать вот с таким вот снимочком. И первое, что нам с вами нужно сделать здесь, это перевести снимок в ЧБ. Сделать это можно разными способами. Я настоятельно вам не рекомендую просто обесцвечивать ваш снимок, так как в данном случае вы теряете одну очень важную функцию, такую как возможность корректировать контраст отдельных оттенков на фотографии. Поэтому я советую вам для перевода фотографий в ЧБ использовать корректирующий слой черно-белая. Вот так вот он выглядит. И как видите, у данного инструмента есть ряд ползуночков, которые отвечают за определенные каналы. И благодаря этим ползункам вы можете менять контраст любого цвета по своему желанию. Исходя из вашей фотографии, вы подгоняете настройки с помощью данных ползуночков так, как вам нужно. И это позволяет очень грамотно и тонко настроить контраст каждого оттенка на вашем снимке, что очень-очень удобно. Если вы не хотите особо здесь заморачиваться, можете нажать просто кнопочку «Авто» и Photoshop подгонит оптимальные настройки для вашего снимка по своему желанию. Вот таким образом. Закрываем данный корректирующий слой. И следующим шагом я хочу акцентировать внимание на нашей модели. Для этого мы будем использовать инструмент «Виньетка». Сделаем мы его при помощи корректирующего слоя «Кривые». Выбираем здесь кривую. Выгибаем его таким вот образом вниз. Примерно так. Закрываем данный корректирующий слой. Выбираем на палитре инструмент «Градиент». Убедитесь, что у вас градиент от белого к черному. И стиль для него у вас стоит радиальный. После этого мы вот таким вот образом заливаем нашу картинку градиентом. В данном случае центром градиента я использую лицо модели. Так как это у нас по сути главная часть на фотографии. И вот таким вот образом растягиваю градиент. Смотрим, что у нас получилось. Как видите, до и после. Лицо у нас осталось осветленным. А все, что находится по краям фотографии, перешло в «Виньетку». Если хотите, можете ее чуть-чуть расширить вот таким образом, чтобы большая часть попала в освещенный участок. Вот таким образом. После еще раз смотрим. И теперь переходим к следующему шагу. Следующим шагом я хочу немножко усилить контраст белых оттенков. До этого используем еще раз корректирующий слой «Кривые». Ставим точку на пересечение вот здесь вот нижнего квадрата, чтобы тени у нас с вами не затрагивались при работе. Работать мы будем только с бликами. Поэтому ставим одну точку еще наверху. И вот таким вот образом выгибаем немножко кривую вверх. До того момента, пока нас результат не устроит. Я смотрю в данном случае на лицо модели. И сделаю его просто чуть-чуть посветлее. Вот таким вот образом. Закрываем данный корректирующий слой. Смотрим, что у нас изменилось. До и после, как вы видите. Лицо модели стало у нас чуть-чуть более светло. Ну и теперь, собственно, последний шаг, который позволяет нам добавить эффект такой своеобразной матовости для нашего черно-белого изображения. Сделать данный шаг можно несколькими способами. Я покажу вам два. Давайте сначала выберем здесь корректирующий слой выборочной коррекции цвета. И с помощью этого метода я покажу, как можно добиться вам красивого матового оттенка на вашей фотографии. Здесь мы сначала переходим в нейтральный канал. В нейтральном канале немножко увеличиваем ползунок черного. Чтобы сделать черный оттенок более контрастным. Вот примерно так. Далее переходим в черный канал. И здесь просто перетаскиваем ползунок черного влево. До того момента, пока у нас не появится вот такой вот матовый налет на нашем снимке. И также делаем и в белом канале, убираем оттуда черный. Примерно так. И у нас получается вот такой вот интересный эффект, как вы видите. Это первый способ. Второй способ заключается в использовании корректирующего слоя экспозиция. Выбираем его. И здесь у нас есть три ползуночка. Нас интересует в первую очередь ползуночек сдвиг. Перетаскивая его вправо, мы также получаем, как вы видите, матовый оттенок. И при помощи ползуночка гамма-коррекции, вы можете также изменять контрастность вашей фотографии. Регулируете данные ползуночки, исходя из того результата, который вы хотите получить. И оставляете, когда вам результат понравится. Вот такие вот два простых способа, которые позволяют вам добиться вот такого вот красивого матового оттенка на ваших черно-белых фотографиях. Ну что ж, на этом данный видеоурок можно завершить. Благодарю всех за внимание. И до встречи в следующих видеоуроках. Субтитры сделал DimaTorzok